Доброе. Смотрите, у нас вопрос номер один, связанный с Тумсовым Дурахмановым. Мы так и не поняли, на самом деле, потому что сегодня вылезла еще какая-то информация о том, что он жив. Я даже уже теперь не понимаю, что мы обсуждаем, если честно. Вы можете нас просветить, что происходит? Нет, нам тоже сейчас сложно что-либо говорить, правда или это неправда, но, скорее всего, это правда, что действительно было совершено покушение на Тумсову Дурахманова, и вчера я сделал такое обращение, что действительно это правда, и я сослался на Народное движение Водатрии, которое опубликовало вот эту новость. То есть, мы не знаем, какой итог этого покушения, или мы знаем наверняка? Примерно вот так. У нас есть немного информации, что их было двое, и двоих застрелили, то есть, выстрелял вдруг в больницу, в больницу, в больницу, в больницу, в больницу, в больницу. А что это были за люди? Уже известно. Они жили в Швеции или они проникли туда? Я думаю, что, скорее всего, проникли. Вот так я говорю, у меня конкретной информации нету, и, скорее всего, там как раз идет следствие, поэтому я думаю. Как вы расцениваете эту ситуацию? Насколько она является сигналом для всех, кто имеет отношение к учреждению сейчас Ичкирийского государства заново? Мы прекрасно понимаем, с кем мы имеем дело, потому что эти убийцы, варвары убивали раньше критиков, блогеров, были попытки разных стран. Это Зелимхан, Хангахшвили, Девуни, в франции убили мунисуру, были убийства в Курице, в Азербайджане, в Абстрии. Попытка была, покушение на Тумасу Абдрахманова в Швеции, то есть список большой. И главная цель вот этих убийц, вот, заставить замолчать людей, чтобы не говорили правду, правду в преступном режиме Кадырова и Путина. Как вы считаете, насколько это может помешать вообще процессам, которые идут, направленные на перечуждение Ичкирийского государства? Насколько вообще эти попытки могут повлиять или могут быть эффективными в этом контексте? Они никак не влияют, потому что убьют одного, появляется другое, или больше даже. Вот что будет. Мы никогда не остановимся, и нас это никак не пугает. Мы будем продолжать свою борьбу. Значит ли это, что условно сегодня для Ичкирийца самое безопасное место, это как бы ни было странно, это Украина? Я тоже так считаю. Потому что я сам в Украине был, мне было легче, мне было проще, то есть я не осерегался ничего. Единственное то, что там обстрелы, да, это понятно, это мы знаем примерно откуда может стрельнуть, что это стрельнет ракета или там обстрел будет. Тут чуть сложновато действительно. Все их методы, все их действия, получается, из-за спины. Тебя подождут, будут ждать, ударят спину там или стрельнут в спину. Сложноватая ситуация здесь. Насколько вообще вы считаете, это показывает в первую очередь странам Европы, что внутри самой Европы, в общем-то, небезопасно, что там существуют и могут действовать вполне спокойно вооруженные люди Российской Федерации, которые могут чинить террор, которые могут быть способны произвести любые действия, у них есть доступ к оружию. Как это вообще все в самой Европе ощущается? Мы давно, уже лет 20, говорим, что надо смотреть на кадыровцев, а не на нас, на чеченцев, не нас преследовать, а кадыровцев и российских спецслужб, которые действительно здесь установили большую сеть разных европейских стран. И буквально до войны в Украине они чувствовали себя очень спокойно, действительно. выходили со своими флагами, с российскими флагами, выкрикивали там «Ахмад силы» и так далее. Сейчас чуть поутихли, но действительно, тут есть большая, огромная сеть этих преступников, кого надо остерегаться. Мы как раз таки сейчас и занимаемся, что хотим дать понять властям европейских стран, что это угроза всем беженцам, любому беженцу, чеченскому беженцу, который здесь проживает. А у нас тут проживает более 300 тысяч. Как вы смотрите, а как отвечают власти, какое взаимодействие с ними по этим вопросам, есть ли какие-то следствия, как-то они устанавливают эти сети людей, какая-то проактивная позиция с их стороны происходит или нет, вы видите это? Сейчас я, конечно, некоторые детали говорить не могу, но насколько я понимаю и вижу, действительно, сейчас уже поняли, с кем имеют дело и даже готовы выговорить из этих стран, если будет какая-либо достоверная информация, что этот человек является спецслужбистом России или человеком Кадырова. Антон, скажите, пожалуйста, мы вас не вовлекали в эфиры после того съезда в Брюсселе, который произошел, после собрания. Какая у вас оценка того, что произошло в Брюсселе? Как вы видите переучреждение Эчкерии? Какой у вас взгляд на процессы, которые происходят? Позитивно ли вы к ним относитесь? К Чеченским съездам? Да. Мы проводили съезд во Франции, потом другие провели в Бельгии. Конечно же, мы делаем все возможное, чтобы объединить наши силы и готовы к этому. И как раз-таки наше мероприятие, которое мы проводим, именно направлено для объединения, потому что без единства мы не сможем бороться. Есть позитивные моменты, которые радуют. Есть и негативная сторона тоже, к сожалению. Потому что некоторые люди не понимают, действительно не понимают, что без единства победа невозможна. Достичь этого единства, что нужно сделать, на ваш взгляд? Чтобы достичь единства, нужно лишь отодвинуть какие-либо амбиции, если есть такие, и бороться с врагом. А враг у нас виден, и мы знаем, где он находится. Вот с ним-то и надо бороться. Ради достижения победы, ради нашего народа. Кроме этой борьбы в политическом плане, в дипломатическом плане, именно вооруженная, военная борьба, которая происходит внутри Украины, стараетесь ли вы каким-либо образом вовлечься в нее организационно? Не знаю. Я слышал планы, что есть желание увеличиться до бригады. Вы к этим лично планам прикладываете свои усилия? Или это только какая-то иная часть ичкирийских политиков и активистов к этому прикладывают усилия? Мы, можно сказать, работаем на всех фронтах. Это политическая работа, это информационная работа, а также чеченские батальоны, которые сегодня воюют в Украине. То есть мы работаем во всех направлениях. Помогаем батальонам. И потом, как я сказал, политическая работа. Это налаживание связи и встречи. В общем, обсуждаем все вопросы, сегодняшние и будущие. И информационная часть. Здесь уже действительно приходится очень хорошо вот так работать, потому что мы хотим, чтобы и другие поняли, что на самом деле происходит. То есть не только чеченцы, украинцы, но и другие народы, кавказские народы. Даем понять, чем грозит сегодня Россия. И что может произойти завтра, если сегодня не победит Украина, например. А Украина победит, я уверен в этом. Вот такая часть. Если анализировать другие кавказские движения, мы видели, черкесский батальон хочет организовываться, дагестанский батальон уже организовался. Между кавказскими народами идет ли какое-то взаимодействие? И есть ли видение, к какому взаимодействию вы должны прийти, для того, чтобы весь Северный Кавказ в какой-то перспективе в конечном итоге освободить от российской оккупации? Я не думаю, что это произойдет сейчас, освобождение Кавказа, потому что там действительно ситуация очень сложная. Но по поводу батальонов, да, я слышал про черкесский батальон, слышал, что уже создали батальон дагестанцев имени имама Шамиля. И я считаю, что основная сила – это эти батальоны и легионы, которые создаются и которые воюют на фронтах. Вот именно у них есть и сила, настоящая сила. А вот появится ли движение или там выступление на Кавказе, вот там действительно очень сложно, потому что мы знаем, в каком состоянии находится народ, что этот народ находится под гнетом, и там большой риск. Если в этом всем контексте анализировать роль Тумсо Абдурахманова, вернемся к нему хотя бы немного, насколько он важен был в объединяющих вопросах, в информационной работе? Как вы лично оцениваете его роль, его личность? – Мы все время находились в информационной блокаде. О нас не говорили, нас убивали с молчаливого согласия, можно сказать. И произошел такой прорыв этой информационной блокады, как появились вот эти активисты, блогеры, и проводилась и другая работа. Вот сегодня мы можем точно, уверенно сказать, что мы прорвали эту блокаду. И людям нравился, люди его любили, так же, как и других людей, которые говорят правду о нашем обществе, о событиях вокруг нас, о преступных режимах Кадырова Путина. – Его можно было назвать личным врагом Кадырова? Это справедливое утверждение? – У Кадырова много врагов. Нажил себе врагов. Да, действительно, он был его личным врагом. Так же, как и являюсь я, другие активисты. То есть мы все находимся в этих списках сегодня, по адресу находимся. – Что нужно сделать для того, чтобы появились другие активисты в информационном пространстве, молодые из числа эчкирийской оппозиции, которые бы массово могли доносить голос народа эчкирийского? Что вы делаете? Что можно сделать для вас в этом контексте? Как вы видите это? – Конечно, для нас это сложно, кого-то ставить на этот путь, призывать на этот путь, потому что этот путь опасен, и это сложно. Потому что и методы Кадырова и Кутина очень грязные, можно сказать. Почему? Потому что если появляется какой-то критик, то они задерживают их семьи, их родных, отца, мать, сестру, и давят посредством этих задержаний, и это все сложно, чтобы кто-то встал и становился блогером, и работал в этом направлении. То есть это очень опасно. – Ну это нужно или без этого можно обойтись, учитывая, скажем, опасность этих состояний, этих позиций? То есть может быть имеет смысл выйти за рамки публичности в такой персональной и двигаться исключительно в анонимной публичности? Как вы думаете? – То есть понятно, что это не для вас, это не для вас, это не для лидеров, которые публично давным-давно в этом, а вот именно для молодых. – Да, это опасно, это нужно. Нужно. Я знаю много людей, которые хотели бы встать на этот путь, проводить информационную работу, но вот я им объясняю, что это очень сложно. Это большой риск, это опасно. Некоторые, да, понимают опасность и не начинают эту работу. Но эта работа очень нужна. И хотим мы этого, не хотим мы, будут появляться такие люди, критики, там, и блогеры. В общем, будут они. – Анзор, скажите еще один момент. Очень хочется у вас спросить, это в контексте запрета дождя в Латвии. Я для себя видел, что достаточно много Тумсо в том числе комментировал для разных российских либеральных оппозиционных медиа. Как вы их оцениваете? Как вы оцениваете вот эти вот оппозиционные так называемые медиа, которые, то есть, непонятно, они выбрали все-таки свою сторону, даже сбежав из России, или нет? – Ну, как-то, знаете, давайте открыто скажу, может быть, как-то отношусь с подозрением, что ли, вот так. – Ну, вы очень корректно, да? То есть, не хотите, по большому счету, вовлекаться в эти истории? – Да. – Спасибо большое за то, что вышли с нами на связь. – Спасибо. Берегите себя. Взаимно, держите нас в курсе, мы вас тоже будем вызывать. Спасибо, что завершаетесь выходить на связь. – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо.